Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Новые вопросы. Как отличить болезнь от симуляции? Почему дети придумывают плохое самочувствие и как с этим бороться? И вообще, как отличить симуляцию от психосоматики? Как не затаскать ребенка по врачам и не пропустить опасные симптомы? Об этом и поговорим сегодня. Ну а видео-версию сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале Твереград. Итак, тема эфира. Как понять, когда ребенка нужно показать специалисту? Давайте начнем вообще с грудничков. На что нужно обращать внимание и наоборот, в каких моментах не нужно паниковать? Давайте, наверное, сразу сделаем разделение, что есть физиологические заболевания, которые связаны непосредственно с телом человека. И есть заболевания, которые связаны с психологией человека. Как раз с его... Ну то, что называется психосоматикой. Да, психосоматикой, да. Вот. Потому что если у ребенка происходит заболевание, которое связано с физиологией тела, да, то, конечно же, здесь нужно пользоваться услугами и консультациями врачей. Ну то есть сломана рука, нога, да. Но это вообще крайний случай, который понятно, что дома улыбкой мы не спрашиваем. Это не психосоматикой, простите, да. Либо высокая температура, к примеру, у ребенка там кашель, красные глаза. Да, то, что похоже на физиологические проявления, то да. Вот. Хотя, конечно же, и высокая температура, и сыпь, и аллергия, она в большей степени может быть и от каких-то психологических вопросов возникает. Это относится к детям, имею в виду совсем к маленьким деткам, к грудничкам. То есть можем ли мы вообще говорить о какой-то психосоматике? С точки зрения психосоматики может быть только в том возрасте, вот мы с вами как-то говорили, по-моему, о эмоциях, о страхе, да, и еще о чем-то, когда маленький человек начинает это все испытывать. То есть вот с этого момента он начинает проявлять, то есть давать реакцию в эмоциях. До момента, ну, я думаю, где-то полгодика-восемь месяцев он не испытывает еще настолько ярких эмоций. Одиночество, когда вот от мамы или еще что-то, он обычно, у него физиологические потребности. Поспать, поесть, сходить в туалет. Соответственно, у животик бурлит. Ну, опять-таки, это физиология идет. Но до момента проявления эмоций, осознавания, хоть на подсознании даже на этом уровне, психосоматические заболевания вряд ли будут. То есть, скорее всего, есть какой-то процент, но незначительный. Проявление у грудничков вот каких-то моментов таких, говорит о болезни, говорит о проблеме. Ну, единственное, что давайте определим грудничков по возрасту, потому что я знаю некоторых мам, которые грудничками держат до трех лет. Ну, там, до года, наверное. Ну, грубо говоря, да. Здесь бы я бы еще выделил отдельную часть, которая связана с, не знаю, куда ее как отнести, из практических примеров. Например, ребенок активный, да, и некоторые родители пытаются с этим что-то делать. Активный в каком возрасте? В грудничковом возрасте. Да, 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 вот прям про это тоже говорим. То есть, машет ручками, ножками. Да, там, да. Или, например, там не спит, как тогда, когда должен спать. Да, то есть, не нужно давать снотворное для этого. То есть, это прям категорически не надо так делать. Вот, то есть, вот есть такие проявления у детей, да, которые могут не укладываться в какую-то взрослую концепцию, да, здоровью. Ну, привычную жизнь. Да, жизнь, даже не концепция, а привычную жизнь, все верно. К примеру, ребенок, часто такое бывает, да, путает день и ночь, например. Например, да. То есть, здесь, скажем так, ни в коем случае не надо прибегать к препаратам, да, никаким. То есть, пытаться, потому что это временное, скорее всего, явление, потому что он, скорее всего, пробует какие-то варианты взаимодействия с окружающей средой, и надо дать возможность ему это сделать и пройти этот путь для того, чтобы он сформировал свое поведение и свое отношение к окружающей среде. Вот. И в данном случае, скажем так, наблюдать за этим надо, вот. И чтобы, ну, это не переходило к каким-то физическим, скажем так, проявлениям, возможно, да. Ну, то есть, если ребенок очень долго спит, этого все равно нужно обратиться к компетентному специалисту. Ну, если очень долго, и, допустим, там, несколько дней, месяцев, недель спит, да, так, постоянно, например, да, вот тогда, да. Период. А если это там, неделю так прошло, ну, это вполне нормально. То есть, это, возможно, реакция приспособления организма к окружающей среде, потому что именно как раз в этом возрасте грудничком, после того, как ребенок родился, он максимально пытается приспособиться к окружающей среде. Выжить, да, скажем, грубо так. Да, да, у него первые 9 месяцев вообще ребенок, он не может выжить без помощи посторонних. То есть, если ребенка оставить одного, он не выживет. И поэтому, это, кстати, очень интересная такая конструкция, она почти, практически только у человека такая существует, что мы зависимы в первые вот 9 месяцев-год. После этого уже тело приспосабливается, и оно уже может самостоятельно с точки зрения физиологии двигаться хотя бы в мире. Вот. И в этом плане, вот на вот этом как раз промежутке времени, быть чутким максимально к ребенку, смотреть, что происходит, и понимать, что он адаптируется к окружающей среде. Но если происходят какие-то резкие проявления, то, конечно же, можно и есть смысл обратиться к специалисту. Ну, давайте возьмем детей более старшего возраста. Какие проблемы подстерегают здоровье ребенка и, скажем так, нервы родителей в садике? Ну, как правило, дети, когда начинают посещать садик, они много болеют, ну, часто болеют. Есть много версий и доводов по этому поводу. Вот хотелось бы услышать ваши версии. С чем связаны эти болезни? Ну, скажем так, с непривычной окружающей средой, которой пытаются приспособиться. То есть сразу много деток, другие там, другое помещение, да, там много людей. Иммунитет ребенка из-за этого дает сбой. Или же он дает сбой из-за стресса. И, соответственно, бывают, ну, прямо скажем, впечатления не самые приятные у ребенка о садике. И поэтому иммунитет дает сбой. Ну, тут же все вместе идет. То есть как бы мы не можем тут разграничить вообще ничего. Потому что есть же период адаптации в садике ребенка. В принципе, период адаптации есть у человека в любом возрасте к новой обстановке. Единственное, что взрослый может как-то это быстренько в себе, грубо говоря, саккумулировать. Да, и для внешнего мира это будет незаметно. Тем не менее, процесс адаптации есть у всех. У организма, да? У человека, у организма, у иммунной системы, у психологии человека, все остальное. Смена работы, смена климата. То есть поездка даже в отпуск, это уже адаптация и для ребенка, и для взрослого, и для всего остального. А в садик он приходит абсолютно новая атмосфера. Много людей. Новые дети, которых он на площадке не видел. Мамы, папы нету, да, какое-то время. Вначале, если хорошая адаптация идет к садику, то, ну, мы имеем в виду государственные садики, вот когда много народу, все остальное. Какая система идет в течение месяца? Месяца. Это нормальная адаптация. Да, период. Это вот месяц, это абсолютно нормально. Если ребенок в этот период... Да, и причем адаптация ступенчатая, она прям прописана, никто этого не скрывает, это можно везде найти. То есть первое время по часу, потом через 2-3 дня до обеда и так далее, и так далее. Ну, я сейчас могу ошибиться, но тем не менее, его оставляют на полный день, только в последнюю неделю. И то с условием, что мама или папа может появиться в любой момент, когда... По требованию, так скажем. Да, по требованию, да. Да, но здесь я максимально не согласен с этой позицией. Потому что такая процедура адаптации, которая как раз прописана действительно, она есть, и есть куча рекомендаций по этому поводу. То есть вы за то, чтобы бросить, научить плавать, да, выбросить из лодки и все? Нет, 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 она приводит к тому, что хочешь ты или не хочешь, тебя садаптируют. Это такая технология. А что в этом плохого-то? Вот вернемся к началу вопроса вот этого. Здесь родителю, который приводит ребенка в детский садик, нужно быть максимально чувствительным и понимающим к ребенку именно на первой стадии, да, чтобы понять, нравится ли ребенку находиться в этой среде или нет. И если у ребенка возникают какие-то сложности или какие-то вопросы или проблемы, да, то на них максимально чутко реагировать. Не просто пользоваться вот этим механизмом, да, принудительным. То есть он упакует, в принципе, любого человека, кроме там отдельных, может быть, детей, которые смогут этому предоставить. Но смысл-то в том, что здесь вот как раз и возникают вот эти вот проблемы, что если ребенок, да, он не хочет там находиться по тем или иным причинам, то есть они возникли у него, да, они не решаются, родители не участвуют в процессе решения этих ситуаций, то ребенок начинает чувствовать свое бессилие в данной ситуации. И из-за того, что он не может никак повлиять на эту ситуацию, ничего сделать, вот это приводит... И помощи не имеет. Да, и помощи ее нету, да, она не приходит, и ничто не происходит. Да, тупик. То есть это его приводит как раз в психологический тупик. То есть он психологически начинает себя чувствовать очень плохо, да, а это уже впоследствии приводит к физиологическим проявлениям, в том числе внезапному повышению температуры. Мы говорим о психосоматике, да? Да, да, да. То есть когда вот это вот окружение, да, оно приводит к тому, что у ребенка возникают психологические вопросы и проблемы, да, которые вливаются в это. То есть поэтому родителю нужно быть максимально чутким и максимально на стороне ребенка, своего ребенка, вот, потому что и максимально его слышать и пытаться это решить. Ну, вот давайте на конкретном, можно сказать, да, так, примере. Вот порой у ребенка действительно поднимается температура тела, но никаких других признаков нет, да, болезни. Ну, опять же, на конкретном примере у ребенка нашей коллеги перед первым сентября поднялась температура по 39, перед первым классом поднялась температура по 39. Не спал весь дом, соответственно, ребенок стал утром измученный, хотел идти в школу, своих каких-то опасений родителям не говорил, хотя близкие очень доверительные отношения и с мамой, и с папой. После посещения школы все-таки сделали усилия, пошли, отвели ребенка, после посещения школы к вечеру эта температура упала. И, ну, то есть даже появилось такое вот понятие, упала сама без какого-то медикаментозного, да, там, вмешательства. Было такое даже понятие, как термоневроз. Ну, понятно, что официально его, этого диагноза пока нет, но врачей уже таким понятием давно не удивишь. Вот что делать при таком термоневрозе? Понятно, что сбивать его медикаментозно не нужно, да, эта психосоматика. Ребенок мучается, и вряд ли, если ты подойдешь, погладишь ребенка и скажешь, что будет все хорошо, температура резко пойдет вниз. Как? Мы все очень часто слышим о психосоматике, психосоматике, да вы сами себя накрутили, там, ребенок в том числе, но никто не говорит, как бороться с этой психосоматикой. Не нервничайте. Отлично, но как? Дайте рецепт, дайте пошаговую инструкцию. Ну, на самом деле, я говорю об этом постоянно. Это же моя прям любимая тема. Здесь если только гипнотически работать, не нервничайте. Ну, нет, почему? Давайте вот с точки зрения родителей. Мы же говорим про работу, а не про волшебную пилюлю, которую раз и дал. То есть, как бы, вот как мы говорили до эфира, я буду повторять это много раз, это мое полное убеждение, да, стопроцентное, что работа идет только с эмоциями, с первой реакцией организма на любую ситуацию. Вот. Эмоция непроработанная, непроработанная, что значит проработанная эмоция? Это значит, во-первых, прожитая человеком опытным путем ту эмоцию, которую он знает, понимает и может понять, что она отличается от происходящего, слишком либо сильная реакция, либо слабая реакция, либо еще какая-то. То есть, когда человек это определяет, определяет, он уже легче живет. Очень много роликов можно просто в Ютубе набрать, там, работать с эмоциями. Ну, такой психоанализ и вот работа, она все-таки для взрослых, да, характер? Нет, нет. Ребенок же не понимает. Ребенок не понимает, но он научается. А он научается путем, вот когда в садиках идут работы, сказки, да, говорят же, покажи там веселого колобка, покажи грустную уточку, там, покажи там удивленного слона. Это и есть работа с эмоциями, понимание, буквально проработка и проживание их. И если вот просто эту программу как бы усилить, разработать, ребенок на бессознательном уровне это будет понимать. Хорошо, как помочь ребенку, если родители, но они изначально родители понимают, что это нервно. Нет, ну вот смотрите, у вас вот этот вот появился там термоневроз, допустим, да, как он проверяется по медикаментозно, да, простая таблетка аспирина. Если температура ни на шаг, ни назад, то вот как бы оно и есть. Термоневроз. Да, плюс врачи их проверяют, естественно, сдача на инфекции, на все остальное, то есть у вас ничего не выявлено. Это проверяется достаточно быстро, да, там, сдача крови на следующий день, анализы, или даже в этот же день, все остальное. Чаще всего это что-то внутри угнетает. Ну, успокойтесь, отдохните, может быть, переутомление. Переутомление за мысли могут быть вот этого ребенка, да, но когда вы это все перечислили, первое, что у меня всплыло из моего опыта, зубы режутся. Ну, не в 7 лет. Почему? Приходят в школу же без зубов иногда. Первый признак, кстати, сразу скажу, первый признак готовности ребенка идти в школу, это смена зубов. Вот, это физиологически. Ну, это моя позиция. Не моя позиция, это официальная позиция, можете посмотреть. Вот, сейчас даже спорить не буду. У меня другая позиция не готова. Давайте мы поспорим сразу после рекламы. Время и дети. Это программа «Время и дети». Сегодня мы говорим о том, как понять, когда ребенка нужно показать специалисту. До рекламы мы разговаривали о том, что у детей часто поднимается температура и без каких-либо других проявлений, там, респираторных заболеваний или инфекционных заболеваний. Просто так называемый термоневроз. Что с ним делать, как с ним бороться и как вообще его выявить. До рекламы говорили о том, что один из самых простых способов, по мнению наших специалистов, гостей и экспертов, это дать таблетку аспирин ребенку. Это выявить, да, это инфекция или не инфекция. В этом плане выявить и все. То есть это не говорит о том, что это поможет. Ну, не кремлевская таблетка, скажем так. Да, естественно, это просто покажет. Понятно, что есть какие-то сильные средства на данный момент на рынке, которые собьют любую температуру и приведут ее в минус 36. Но это просто покажет. Аспирин один из самых таких слабых и давно известных взбивателей температуры. А в данном случае школа, опять-таки, как мы на рекламе тоже рассуждали, у него идет нарастание ожиданий. Даже если идет диалог с родителями, внутри вот это чувство ожидания, эмоции, которые перерастают и сплетаются, они все равно нарастают. То есть ребенок не знает, что ждать от этого, поэтому нервничает и тело реагирует. Конечно, да. Это вот, смотрите, на самом деле, эти термоневрозы, так называемые, они у взрослых сейчас встречаются. На своей практике у меня, конечно, не было длительных, но когда начинаешь о чем-то думать и переживать, ты чувствуешь, как у тебя прям вот идет некий нарастание температуры. И в продолжительной части тоже человек, который, если он рефлексирует и взрослый, ну, в смысле, начинает самопонимать, то он это должен понять. Ну, опять-таки, таблеточку принять, вот этот аспирин или там сдать на инфекции. Но в подобных случаях отдых, отдых тела и расслабление, знаете, как медитация вообще. И хорошо, как научить ребенка медитации. Ну, с ребенком это отдых, отвлечение. Вот Артем сейчас скажет. Ну, да, то есть, кроме эмоций, да, понятно, конечно же, что механика именно такая, что у него есть мысли по этому поводу, по поводу того, что завтра надо идти в школу. И у него есть определенные ожидания, у него есть определенные фантазии по поводу этого, как он себе это представляет. Фантазии в положительной смысле. Ну, да, представление, да, о том, как это будет происходить, что будет там и так далее. И эти мысли, они усиливают эмоции, разные эмоции, положительные, отрицательные. Может быть, у него какие-то есть страхи по поводу этого, или какие-то негативные ожидания, или кто-то что-то сказал, или по поводу школы, или 1 сентября, и так далее, или какая-то информация пришла. И вот эти мысли, поскольку он, поскольку было создано для него, скорее всего, что это очень важное событие, и очень сильное, и очень такое... Родители ждали, готовились. ...пополагающее такое, да, для в жизненном пути, например, да. То есть его важность еще сильнее увеличивает эмоции. И тем самым, конечно же, человек может из-за этого подняться температура. Это нормально. Из нашей практики в данной ситуации можно делать следующее, что проговаривать эту ситуацию. То есть то, по поводу которой он переживает, про которую он думает, мыслит... А как понять, что ребенок переживает действительно? В принципе, температура это уже показатель. Понятно, но как понять, как сказать? Ты не переживай, все будет хорошо, в школе будет все замечательно, и ребенок раз температура и упал. Конечно, это невозможно так сделать. Так было возможно сделать, не было бы лекарств. Да-да-да. А смысл в том, что начать разговаривать. То есть, может быть, даже про эту тему. Если он про школьную тему, например, не хочет разговаривать, он говорит про любую другую тему, которая его сейчас хоть каким-то образом цепляет. Заболтать не в рост. Нет, 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 не заболтать. А в процессе диалога люди так устроены, что достаточно быстро мы начинаем проговаривать именно те вопросы, которые нас волнуют, потому что они нас изнутри, скажем так... Гложат. Да, гложат, именно, да, подпирают, как бы вот так вот, и мы неизбежно на эту тему выходим. То есть, это психология, прям, да, это понятный эффект. Вот. И, то есть, у нас, мы просто сейчас это увидели на детях, которым 8-9-10 лет, они прям хотят разговаривать. И это для них очень важно, разговаривать. То есть, разговаривать, разговаривать, разговаривать на какие-то темы, темы, которые их волнуют, которых они переживают. И мы открыли философский клуб у себя, да, и в нем сидим и разговариваем на эти темы. То есть, это очень... То есть, как это происходит? Ребенок сам задает тему, и потом каждый высказывается на нее? Достаточно свободный формат. То есть, ребенок начинает что-то говорить, что его волнуют. То есть, разговариваем с гамбой. Что-то хочет добавить, тоже включается в эту процедуру. А какие темы поднимают дети? Почему мальчики толкаются? Ну, у нас такого нет, но межличностные отношения первое место, конечно же. То есть, отношения между людьми. Как они взаимодействуют, почему тут такая вот... У меня такая-то тут штука-то, я вот так считаю по поводу этого человека или по поводу этого человека. Или вот там два человека между собой начинают разговаривать, да. Вот, они друг другу начинают один говорить, другой говорить и так далее. То есть, они каким-то образом это еще пытаются соотнести с окружением, с окружающим взрослым. Таким образом, это соотносится с средой вокруг них, с культурой, с людьми вообще. Как они двигаются, правильно, неправильно, неправильно, а соответствуют ли это, не соответствуют. Или они вообще что-то такое говорят, что вообще абсолютно не укладывается никуда. Вот. И вот эта вот штука, когда ты просто проговариваешь, 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 проговариваешь. У меня я с дочкой там, я могу посидеть, несколько часов просто говорить. Сначала одну тему начинаем, потом вторую, третью, четвертую. Я прям чувствую, ей хочется, ну, выговориться. Ну, не у каждого, к сожалению, у родителей, да, вот есть такая возможность разговаривать. Даже не то, чтобы желание, а именно действительно жизненная возможность, чтобы разговаривать. Да, готовь, готовь, Саня, да, летом, а к школе давайте готовиться зимой. А давайте, правда, дадим-ка практические вот советы, если у ребёнка перед школой, там, в ночь перед школой, или за несколько дней перед школой поднялась температура, что нужно сделать, как его отвлечь, да, как помедитировать, какие разговоры с ним нужно проводить, чтобы и, с одной стороны, дать понять ребёнку, что это важно, это важный, да, момент, но и не напугать его до термоневроза. Вы знаете как, вот скажу уже по своей практике, самое сложное — говорить, потому что вы не знаете причины, истинной причины его переживаний. Возможно, там причина-то совсем никчёмная, вот, а, возможно, и большая. Но он может её и не сказать, а может и не выразить. Да, он, может быть, и не понять, как её выразить. И каждое ваше слово, каждый ваш вопрос может дать новую реакцию в виде эмоций, чувств, и всех остальных, что дополнит вот то, что переживание... То есть как сапёр на минном поле? Конечно. Даже не как сапёр на минном поле, а как снежный ком, тут, скорее всего, получается, потому что, в принципе, в этом минном поле вы вообще не знаете, где зарыта мина. Она там одна, скорее всего, и неизвестно где. Вот, поэтому вот как арт-терапевт я бы предложил всё-таки творческие подходы. Когда мы начинаем рисовать, лепить, я не знаю, там, строить из банок, строить из палочек, ещё что-то делать. То есть любое творческое выражение человека, во-первых, это даёт внутренний мир, открывается. И в рисунках, в лепке ещё в чём-то он обычно вырисовывает. То есть если у ребёнка температура 39, мы берём его и говорим, пойдём полепим? Если это термоневроза, она более-менее нормально переносится. Максимум, что у него происходит, это ослабление, ну, вот, вялость в ощущении, не всё. То есть как бы нет там ни кашля, ни мокрота, ни возможности, ни ломки костей. То есть это разные вещи, мы же отделяем эти дела, да, мы же сразу сказали, что мы должны понять, что это не инфекция. И, соответственно, у него просто вялость, усталость, ещё что-то. Почему бы, да, не порисовать, просто не взять кисточки и начать за столом. Это же тихо-спокойная деятельность. Но в деятельности он проявляет себя, он выплёскивает вот какие-то эмоции красками, руками, рисунками, движениями, всем остальным. И вполне возможно, если при хорошем подходе, ну, с точки зрения психологов, могу сказать, что просто любой рисунок — это диагностика внутреннего состояния человека. А хорошо, если ребёнок нарисовал всё в таких каких-то вот тёмных, ужасных тонах. Вполне возможно, он их просто выплёскивает. Просто выплёскивает. И как на это реагировать? Сказать, хорошо, и отложить в стол, или сказать, что тебя волнует? Может, это великолепный рисунок. Можно поговорить. Что ты видишь в этой темноте? Что здесь? А что там? А может быть, там какой-то незнакомый человек чай пьёт. А кто это? Ну, может, учитель. Но опять-таки, при таком разговоре, вот тут вот, видите, такая тонкая грань родителя, да, и человека подготовленного или много знающего. Ну, вот как Артём, да, который следит, наблюдает, и есть большой опыт в общении с детьми разными. Вот. Вопрос — не загнать его в угол этими вопросами. То есть нарисовал уже хорошо. Пару вопросов наводящих, если человек не может определиться, начинает нервничать или не пытается не говорить, не добивайте. Давайте нарисуем что-нибудь ещё. Попробуем солнце. Тьму нарисовали. Вполне возможно, произошёл выплеск эмоций. Ну, или слепил, или ещё что-то сделал. Без разницы. Вот. Комок бумаги смякал, там, в чём-то обмакнул, кинул. Всё. Это там ядерная бомба взорвалась. А давайте попробуем сделать солнце. Ну, что-то противоположное, положительное. Вот. И вполне вероятно, что просто вот такими шагами человек может вывести, по крайней мере, нормальное психологическое состояние. Я уж не сталкивался, честно говоря, вот с термоневрозами. Просто вот говорите, и всё, что я вижу, я вот рассказываю. Вполне вероятно, что температура начнёт не то что спадать, а восстанавливаться тело. По крайней мере, вялость может уйти. Сознание более ясное быть, да. То есть он разобрался, по крайней мере, в себе и что-то выплескнул. Что-то у него вот этого вот тёмного не осталось. Вот и всё. А может быть, там просто сидела какая-то тайна. Он просто ожидал и не знал, с чего ждать от школы. Может быть, он недоволен своим внешним видом, каким он пойдёт в школу. Да? То есть как бы прическа не та. Вдруг он скажет, я приду, а скажут все, что у меня вот прическа не на ту сторону начёсана. Как я буду себя ощущать? Люди-то разные, у всех всё по-разному. И говорю, вот это такое поле, где всего лишь одна мина. Артём, ну от вас тут практически рекомендации. Я бы по-другому бы, наверное, да. Я, во-первых, хотел Павлу добавить, что вот эти способы, которые Павел говорит, главное их не пользоваться формально. А, то есть вот тебе карандаши и рисуют. Да, да, да. Рядом вы тоже так же начинаете рисовать, смотреть, интересоваться. В течение рисунка, возможно, ну вот как технику, да, возможно, не надо диктовать рисовать, а вот самим проявлять участие тем, что вы рядом делаете то же самое. Или подобное. То есть он может рисовать, вы можете лепить, ну и так далее. Вот. А я бы, наверное, представил бы, ну, эту ситуацию не как какая, что мы ищем какую-то минуту. Да. То есть вот мы ищем какую-то причину. А мы, скажем так, идем с ребенком через минное поле. Да. То есть они где-то есть, как бы что-то есть, но где, что и как, это никому неизвестно. И даже ребенку отчасти неизвестно. То есть он сам для себя даже может и не понимать. Не понимать, да, не понимать. Ты волнуешься? Нет. Да. И мы идем по минному полю вдвоем нормально. То есть мы идем, разговариваем и двигаемся. Туда, сюда, обсуждаем одно, второе, третье. И постепенно, постепенно в разговоре, когда он доверительный, когда он не резкий, не жесткий и не формальный, самое главное, он должен быть, ну, просто человеческий. А ребенок понимает, что человек с тобой, который говорит, он тебе помогает. Он сидит, ну, есть что поделать и так. Он понимает, что... Он чувствует защиту и поддержку. Конечно, конечно, конечно. И за счет этого ему свободно становится, и он начинает чувствовать, что с ним происходит. То есть начинает пытаться понять, куда, что, как это выводит. Обсуждая одни или вторые темы, он постепенно, постепенно приходит к тому, что он что-то проговаривает. И даже, возможно, то, что у нас были прям такие случаи, мы сегодня разговариваем, 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 потом пынк, и все, и разговор закончился. А, не осознаю. Да, да, то есть он, видимо, что-то проговорил, и у него как будто бы отлегло. Он даже, может быть, как бы сам точно не знает, что, но вот какую-то тему для него проговорил, и так пынк. Дышать стало легче, мысли стали другие. И вот это вот бывает достаточно для того, чтобы, ну, успокоиться, получить спокойствие, и дальше уже, да, двигаться, нормализовывать свое состояние. Это программа «Время и дети». Мы продолжим сразу после рекламы. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня мы обсуждаем такую тему, как понять, когда ребенку, ребенка нужно показать специалисту, когда он симулирует болезнь, когда это психосоматика, когда действительно какая-либо патология, и как не пропустить тот момент, когда ему можно срочно и нужно срочно помочь. В последнее время все чаще детям ставят такой диагноз, как СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Такой диагноз ставят, ну, чаще мальчикам, где-то в районе, там, 4 лет. Что такое СДВГ? Это расстройство работы нервной системы, которое проявляется, ну, характерным поведением ребенка, и, как считают специалисты, требует коррекции. То есть при СДВГ возникают некие трудности. Трудности с удерживанием внимания на определенном объекте, принятием решения, например, в процессе выбора какой-то игрушки или игры, проблемы с усидчивостью и, ну, участие в различных видах деятельности, в том числе и социализации. СДВГ проявляется в детском возрасте, и синдром сохраняется на долгие годы, если его не лечить, затрудняя, соответственно, процесс обучения, ну, и социализации ребенка. В нашем детстве такого диагноза не было. Детей учили усидчивости, и если этой усидчивости не было, то ребенка просто называли непоседа, непослушный, озорник, ну, и прочими подобными словами и эпитетами. При этом непременно его обязательно ругали, и даже иногда старались как-то пристыдить, не разобравшись в причинах такого поведения. Ну, соответственно, если его пытались пристыдить прилюдно при других детях, ничему хорошему, это если действительно это была проблема такая, ничему хорошему это не приводило. Сейчас эту проблему понимают, что это не просто капризный ребенок, неусидчивый, что это проблема, возможно, нарушение работы нейромедиаторов. Но, правда, в настоящее время чуть ли не каждому второму ребенку ставят вот такой диагноз, и при этом начинают лечить, в том числе и медикаментозный. Порой действительно залечивают, и ничего хорошего из этого тоже не получается. Где эта золотая середина? Давайте поговорим вообще про вот этот вот синдром. Надуманный он, ненадуманный. Как вы считаете, в чем вообще причина такой массовости в нынешнее время? Массовости диагнозов? Ну, вот опять из своего опыта. Как бы такие вещи, как СДВГ и гиперактивность, лично для меня, они абсолютно непонятные диагнозы для ребенка. То есть как бы просто я видел, ну, называют детей СДВГ, там, гиперактивные, очень многих. Ну, вот как вы сказали, чуть ли не каждого второго. И вот назвали у меня ребенка гиперактивный, СДВГ, внимание, все остальное. И я встречаюсь в компании с ребенком, который по сравнению с моей не то что гиперактивный, а мега гиперактивный. И я хоть как-то понимаю, что это значит, когда человек вообще не сидит на месте. Неуправляемый абсолютно. Но с прохождением времени этому ребенку ставят раз. То есть это синдром аутизма. И чаще всего детям, которым маленьким пытаются приписать признаки СДВГ и гиперактивности, потом по истечне времени происходит, ставят другие диагнозы, которые более реальны. Или те, о которых не слишком хотят говорить. Вот, допустим, дислисия, диксография и все остальное. Это реальные нарушения, даже не нарушения, развития мозга, за которыми, если не уследить, перерастают в нарушения. А почему таким образом происходит? То есть не сразу могут распознать диагноз? Или это такая вот первая ступень, скажем так? Лично мое мнение, им проще так. Вот проще так, чем работать с ребенком. Начать работать и начать понимать, что и как. То есть у нас полноценности. Я был вот недавно совершенно в центре. В замечательном центре, как бы называется, если точно, или наши дети, или тверские дети. Как-то так, центр, это нейропсихология, там работают с детьми. Разные дети. И ни разу я там не услышал диагнозы СДВГ. Ни разу. То есть это очень обобщенное, да? Это какая-то такая вещь, говорю, вот для меня абсолютно непонятная. Это раз. Во-вторых, мы уже много раз говорили, что вся система образования, начиная со садиков, это убийство мотивации внутри ребенка. Это вот это вот систематизирование его, попытка структурировать ребенка, загнать в эту систему, посадить на место. Понимаете, когда в школу... То есть нас учат учить, а не рассуждать. Даже не учить. Нас пытаются, чтобы мы запомнили просто, и потом выдали, и все. Да, это вообще к учебе не имеет никакого отношения. Учеба совсем другие вещи. Просто пример. Недавно с женщиной разговаривала, говорит, моего сына, сын уже взрослый, моего сына до пятого класса по новой программе. И вот там мне рассказывают все, что я сейчас знаю. Там режиссура урока, какие-то мизансцены, все. С любым уроком это связано. Движение, все остальное. После этого учителя, которые это могли, уходят из школы, их переводят в обычную систему. Год идет от адаптации. Там всем можно было поставить. СДВГ, гиперактивность и вообще множество всего. Но люди просто упали в оценках и как бы не смогли сразу войти вот в эту вот структуру жесткой школьной парты. Хорошо, а как СДВГ отличить вообще псевдо это диагноз? Вот я не понимаю. Вот пусть это, наверное, врачи пусть выскажутся, а мы с ними тогда уж и поговорим. Вот лично для меня эти диагнозы абсолютно непонятны. Вот абсолютно непонятны. Здесь даже можно добавить следующую штуку, что действительно те врачи, то есть многие врачи ставят диагноз больше на каких-то внешних факторах, не на каких-то физиологических причинах человека. То есть это какое-то невротическое какое-то, то есть связанное с нейронами. Или же это какое-то, может быть, опять-таки с нейронами связано, как там дислексия, дисграфия, да, такие заболевания. Эти заболевания, чтобы их диагностировать, это целое исследование. И не один специалист, а там трое, четверо специалистов. Они должны наблюдать продолжительное время. Не только наблюдать. Не после одного приема штамповать диагноз. Конечно, это не только наблюдение, это целая процедура выявления с помощью различных устройств, с помощью тестов, с помощью анализов и так далее. То есть это целая процедура, чтобы действительно поставить такой диагноз человеку. То есть это ЭГ головного мозга, да, как минимум? Это тоже, да, обязательно. Просто смысл в том, что получается, что, ну, это, по сути, это достаточно редкий диагноз, как дисграфия и дислексия, это очень редкий диагноз, очень редкий. Они встречаются один там на несколько тысяч человек, десятки тысяч человек. А по внешним признакам под этот диагноз может подходить каждый второй. Да. Ну, так, к сожалению, не получается. Так оно так и есть. Практически у каждого второго действительно такой диагноз. Вот поэтому такая вот проблема возникает. Да. И плюс, соответственно, ну, сейчас, почему это такая популярная тема стала, потому что, используя вот этот диагноз СДВГ, да, пытаются воздействовать на детей. Потому что диагноз СДВГ открывает возможность применять медицинские препараты. Седативные, в основном. Да, конечно же. Вот, которые ребёнка, скажем так... Любой диагноз позволяет применять хоть какие-то средства, да, и вот и всё. Возникновение такого диагноза вот открыло такую возможность, что можно чуть ли не в массовом порядке. Каждый второй... Но, опять-таки, это наше мнение. Хорошо. Опять же-таки, давайте на практических примерах. Вот, допустим, у мамы там... Ну, мальчик. У мамы мальчик непослушный, неуправляемый. Может, там, если ему не дадут конфету или не выполнят его желание в общественном месте упасть на пол, его невозможно поднять, он будет бить руками-ногами, кричать. И если ему там не купили какую-то вещь, к примеру, или в автобусе не дали конфету, и в общественных местах он себя вот так ведёт. Мама ни уговорами, ни угрозами, ни разговорами не может остановить эту истерику. Соответственно, это врачи. Врач ставит диагноз синдром дефицита внимания, гиперактивность. Что маме делать? И прописывает массу таблеток. Вот сейчас, на самом деле, вы описали очень много признаков аутентичного расстройства, аутизма. И это другая тема совсем. Не, ну вообще, я говорю. С одной стороны, под вот эти вот описания подходят, во-первых, ещё куча заболеваний, с одной стороны, а с другой стороны, вообще не заболеваний. То есть такое поведение человек может демонстрировать, исходя из миллиона других факторов вообще. И какой тут у конкретной мамы, у конкретного ребёнка тут фактор работает, неизвестно. Ну да, к примеру, одно из очень раздражающих меня, скажем так, раздражающих меня моментов, когда, не раз с этим сталкивалось, когда ты сидишь в каком-то общественном месте, то у кафе или ресторан, сидят, общаются мамы, не следя за ребёнком, к тебе подходят их ребёнок и начинают там лезть к себе в тарелку, трогать твои вещи. И ты делаешь замечание маме, мама включает, я же маму, и говорит, что это ребёнок, но тебе при этом, да, дискомфортно. И здесь речь уже идёт не то, что он шумно говорит, а он нарушает твоё личное образование. То есть здесь тоже, что вот в этом случае можно говорить? Ну вот смотрите, говорить... Педагогическая запущенность. Это когда с ребёнком не занимаются вообще. То есть его кормят, одевают, и на этом родительская запущенность. Ну, говорить научили. Педагогическая запущенность бывает абсолютно, скажем так, в разных стадиях запущенности, когда человек может даже не говорить до трёх лет, до четырёх. Ну, вообще, вообще. Понимаете? А в чём причина? То есть ребёнком не занимаются. Это вот одна позиция. Давайте вторую позицию мы озвучим сразу после рекламы. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня мы говорим, как понять, когда ребёнку нужно, ребёнка показать специалистам, когда он действительно заболел, когда он может симулировать болезнь. До рекламы мы говорили о таком диагнозе, как СДВГ, это синдром дефицита внимания и гиперактивности. А в том числе говорили и о не очень корректном поведении детей, если можно вообще к детям такое применять понятие, и в том числе их родителей. И затронули тему педагогической запущенности. У Артёма своё мнение на этот счёт. Я бы на эту ситуацию... Можно на эту ситуацию по-разному тоже смотреть. Могут быть разные варианты. И то, что Паша говорит, и что-то ещё, может быть, и ещё. Из нашей практики мы видим, хороший эффект возникает тогда, когда человек начинает взаимодействовать с ребёнком. не с мамой ребёнка даже, а с ребёнком напрямую. Спокойно, как человек с человеком, который представит, что это не ребёнок подошёл, а другой человек. То есть этого достаточно. То есть не делать никаких ни скидок, ничего. И взаимодействовать с ним в соответствии с этим механизмом. Хорошо. Если я говорю ребёнку, что так делать нельзя, это моя порция, не нужно тянуть руки к моей еде, а ребёнок продолжает это делать. То есть мама никак на это не реагирует. В 90% случаев он мне не будет продолжать это. Я вам конкретный случай рассказываю, что делать в таких ситуациях. Можно спросить, зачем он это делает. Вдруг, не знаю, как вот если пессимистичный вариант уйти, что может быть, он может быть голодный. Да, на весь ресторан скажут, садись, я тебя накормлю, раз тебя не кормят. Мама сразу прибежит. Скажешь, как мы тебя не сгормим? Покормите ещё и меня, я тоже голодная. Вот. То есть взаимодействие с ребёнком достаточно быстро выявит, то есть спросить, а почему ты так делаешь? У тебя же наверняка свои сухарики есть. А может быть, он используется в какой-то момент. То есть здесь как раз будет выходить то, что ребёнок как раз, зачем он подошёл вообще. Он может подойти вообще по 38 разным причинам. И ему даже, может быть, не сухарик важен, а важен какое-то внимание наоборот. То есть дефицит внимания. Может быть, то есть там может быть столько вариантов, поэтому, а диалог, он это выявит. То есть он достаточно быстро покажет и выявит, что действительно он хотел этим действием продемонстрировать, сделать, чтобы что-то произошло. Вот. И в соответствии с этим и взаимодействовать. И почему, как бы, говорю именно диалог с ребёнком, потому что мы все думаем, что ребёнок в этом возрасте мало понимает и так далее. Наоборот, они крайне, они крайне внимательные к окружающей среде и крайне чувствительные в отличие от взрослых. Они реагируют. Очень сильно реагируют. У нас не так много времени остаётся до конца программы. Давайте мы всё-таки закроем тему, да, СДВГ. Как вот уже говорилось, если ребёнок, мама заметила у ребёнка, там, родители заметили, что он, один из признаков, там, плохо удерживает внимание или что-то, или, к примеру, там, очень непослушный, неусидчивый, не очень адекватно себя как бы ведёт в различных ситуациях, привели ребёнка к специалистам, специалист сказал буквально на входе, да, к нему, что это СДВГ, и вот вам медикаментозное лечение. Ведь, как мы говорим, сейчас этот диагноз ставят каждому второму ребёнку, и, ну, наверное, это, наверное, это неверно, и, наверное, неверно действительно всех сразу лечить, сразу давать медикаменты, в том числе и седативные, неизвестно, как это потом скажется на ребёнке. Что родителям в этом случае делать, идти к другому специалисту или действительно попробовать давать препараты? Вообще, безначально, это можно проверить достаточно хорошо, есть такой синдром или нет. Как? Можно дать ребёнку компьютерную игру, и вот эти все четыре пункта, если он не сможет в неё играть, а, соответственно, не удержит внимания на объектах, это в первую очередь часть игры, то есть если ты себе не удерживаешь внимания на объект, ты не сможешь играть вообще никак. Ну, понятно, то есть если ребёнок не усидчивый при чтении, при рисовании, это просто может быть ему неинтересно. Конечно. А правила компьютерная игра увлекает огромную ценность. Всё очень просто, даёте компьютерную игру, если он в неё отлично играет, никакого диагноза из ДВГ быть не может. Выкидываем рецепты. Нет, даже не идти, потому что это прям однозначно говорит о том, что нейронные взаимодействия у человека отлично работают, потому что если у него действительно проблемы, то он не сможет играть, потому что сложность компьютерной игры высока. И чтобы её освоить, нужно иметь хорошие нейронные связи. Но, опять-таки, при этих играх могут выявиться другие вещи. Вот дали игру, а он начал при резких эмоциях, поражения или ещё чём-то, ну, брать этот телефон нашвырять. Агрессировать, да. Да, но это уже другая тема. И поэтому вот в этом случае можно обратиться к специалисту. Если тихо, спокойно сидит, то... Есть даже специальные игры такие, которые могут выявить. Есть специальные игры, резко, красочные, сильно, там всё быстро двигается и так далее. То есть это прям наращивается определённым образом и можно там, да, даже... Смена эмоциональной графики. То есть по быстроте, по графике, да. Да, это можно прям наблюдать за ребёнком. Как я и говорил, смена эмоций и всё будет понятно, как человек себя ведёт. рецепт простой. Дать компьютерную игру, если он в неё играет, нормально проходят уровни, достаточно, нужно не совсем там, понятно, кубик там передвигать, но какую-то нормальную игру, достаточно сложности. Всё, то есть этот синдром точно нет. По из простых вещей я могу сказать одно, вот о сосредоточении внимания. Если в игре вы сделаете там минутку молчания и в темноте начнёте смотреть на свечку, если в одном положении ребёнок хотя бы минуту сидит и будет смотреть на свечку, тоже вопросов с ДВГ, гиперактивности у него нету вообще. Просто смотреть на свечку в темноте одну минуту, если больше, вообще великолепно. Тут ещё и вопросы с мотивацией со всем остальным поднимаются. Это программа «Время и дети». Сегодня, как и всегда, гостями, экспертами нашего эфира были Артём Фёдоров, основатель среды образовательных возможностей СОВУМИ, Павел Хилько, основатель детского клуба «Верх тормашками», арт-педагог и психолог. Мы говорили, как понять, когда ребёнка нужно вести к специалисту. Если вы прослушали, то эту программу можно будет через несколько дней найти на портале Твериград. И ни в коем случае не давайте седативные сразу, как только вам прописали. 20 раз проверьте. Ни в коем случае с первого раза не верьте врачам. Пройдите 3-4 специалистов, а потом уже, если вдруг. И не дай бог. Всем до следующей недели. До свидания. Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова